Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – решение задач с помощью кругов Эйлера. Сегодня на занятии мы с вами познакомимся с новым для вас методом решения логических задач с помощью кругов Эйлера, а также со способами применения их к решению задач. Этот метод дает более наглядное представление о возможном способе изображения условий, зависимости, отношений в логических задачах. В математике, когда какие-нибудь объекты собираются вместе, говорят одно и то же слово – множество. А предметы или живые существа, входящие во множество, называют элементами этого множества. Например, шестой В – это множество учеников. А Маша, Дима, Нелли и другие ребята – его элементы. Назовите элементы множества семья. Верно, это мама, папа, братья, сёстры. А элементами какого множества являются Жигули, КамАЗ? Верно, да, это множество автомобилей. Часть множества называют подмножеством. Например, множество – животные, а подмножество – птицы, звери, насекомые. Чтобы лучше представить себе множество, используют специальный рисунок, который называется диаграмма Эллера-Вена или по-другому – круги Эллера. Это замкнутая линия, внутри которой элементы множества, а снаружи – не элементы множества. В математике рисунки в виде кругов, изображающих множество, используются очень давно. Одним из первых, кто пользовался этим методом, был выдающийся немецкий математик и философ Готфрид Лейбниц. В его черновых набросках были обнаружены рисунки с такими кругами. Затем этот метод довольно основательно развил и Леонард Эллер. Напомню, что объем каждого множества можно представить в виде круга, а отношение между множествами – в виде пересекающихся кругов. Общую часть множества называют пересечением. Как показывают пересечения с помощью кругов Эллера, вы видите на экране. А если общей части у множества нет, такие множества называются непересекающимися. Объединение множеств называют множество всех элементов, принадлежащим данным множествам. То есть к элементам первого множества добавляют элементы второго множества. Как показывают объединение пересечения с помощью кругов Эллера, вы видите на экране. Предлагаю решить задачу. Все мои подруги выращивают в своих квартирах какие-нибудь растения. Шестеро из них разводят бегонии, а пятеро – фиалки. И только у двоих есть и бегонии, и фиалки. Узнайте, сколько у меня подруг. Можно, конечно, угадать в процессе замысловатых рассуждений. Но как грамотно обосновать их? Как ответить на вопрос, что получилось в результате действий? Леонард Эллер придумал очень красивый способ решения таких задач. Разберем задачу, используя метод Эллера. Вот он. Изобразим два круга. Так как у нас два вида цветов. В одном будет фиксировать владелец бегоний, а в другом – фиалок. Поскольку у некоторых подруг есть и те, и другие цветы, то множество нарисуем так, чтобы у них была общая часть. В этой общей части ставим цифру 2. Так как бегоний и фиалок у двоих. В оставшейся части круга бегонии ставим цифру 4. Всего бегоний у шестерых подруг, а у двух мы уже учли. Свободные части фиалкового круга ставим цифру 3. Рассуждаем аналогично предыдущему. Всего фиалок у пятерых, у двух мы уже учли. Поэтому остается 3. А теперь сам рисунок показывает, что всего у меня 4 плюс 2 и плюс 3. Выходит 9 подруг. Решим следующую задачу. В классе 15 мальчиков. 10 из них занимаются футболом и 9 – баскетболом. Сколько мальчиков занимаются и тем, и другим видом спорта? Изобразим условия с помощью кругов эйлера. Это поможет нам в рассуждениях. В чем отличие этой задачи от предыдущей? В этой задаче нет общего количества пересечений, но есть все количество учащихся. Итак, рассуждаем. Только баскетболом занимается 15 минус 10 мальчиков. Выходит 5 мальчиков занимаются баскетболом. Только футболом занимаются 6 мальчиков. 15 минус 9. Следовательно, в двух секциях занимается 15 минус сумма двух чисел 5 и 6. У нас получается ответ 4 человека занимаются в двух секциях. Приступим к решению задачи более сложного уровня. Из 100 туристов, отправляющихся в заграничное путешествие, немецким языком владеют 30 человек. Английским 28, французским 42. Английским и немецким одновременно владеют 8 человек. Английским и французским 10. Немецким и французским 5. Всеми тремя языками владеют трое человек. Вопрос. Сколько туристов не владеют ни одним языком? Выразим условия задачи графическим. Обозначим кругом тех, кто изучает английский язык. Другим кругом тех, кто изучает французский язык. И третьим кругом тех, кто изучает немецкий язык. Всеми тремя языками владеют три туриста. Значит, в общей части кругов вписываем число 3. Английским и французским языками владеют 10 человек. А трое из них владеют еще и немецким. Значит, английским и французским владеют семеро человек. В общую часть английского и французского языка вписываем число 7. Английским и немецким языками владеют 8 человек. А трое из них владеют еще и французским. Значит, английским и немецким владеют пятеро человек. Вписываем в общую часть английского и немецкого языка число 5. Немецким и французским языками владеют пятеро человек. А трое из них владеют еще и английским. Значит, немецким и французским владеют 2 человека. В общую часть немецкого и французского языка вписываем число 2. Известно, что немецким языком владеют 30 человек. Но 5 плюс 3 плюс 2 будет 10. Из них, значит, 10 человек владеют и другими языками. Значит, только немецкий язык знают 30 минус 10 – 20 человек. А английский язык знают 28 человек. Но 5 плюс 3 плюс 7 – 15. Значит, 15 человек владеют и другими языками. Следовательно, 28 минус 15 – 13 человек владеют только английским языком. И аналогично, французский язык знают 42 человека. Но 2 плюс 3 плюс 7 будет 12. Значит, 42 минус 12 – 30 человек владеют только французским языком. Посчитав все данные на кругах Эллера, мы увидим, что у нас получается 80. То есть 80 туристов знают хотя бы один язык. Следовательно, остальные 20 человек не владеют ни одним языком. Итак, а сейчас вместе давайте с вами составим алгоритм для решения задачи с помощью кругов Эллера. Какие этапы решения и в каком порядке вы можете предложить? Конечно. Во-первых, записать краткое условие задачи. Выяснить, о скольких множествах идет речь данной задачи. Выполнить рисунок, записать данные в диаграмму Эллера, выбрать условия, которые содержат больше свойств, анализировать, рассуждать, записывая результаты в части круга. И, конечно же, записать ответ. Надеюсь, что на последующих уроках математики вам пригодится то, что вы сегодня узнали на уроке. Урок закончен. Спасибо. До свидания.